Друзья, на календаре 21 апреля 2024 год. Мы находимся возле пляжика Северное Сияние, речка Можепсин, лагуна. Столько названий одного места. Смотрите, пена пошла морская туда, уровень реки резко растет, потому что очень сильный ветер, который загоняет сюда воду. Но самое страшное то, что происходит там на пляжах. Сносит и разносит все постройки, которые готовили к 1 мая. Здесь недавно выровняли подложку, сделали речке прямое русло. Но это стало как раз таки тем моментом, из-за которого сюда залетает теперь большое количество воды. Вы видите, как все подтопило. А тут выставляли уже пляж, привезли элементы влагоустройства, которые сегодня благополучно уплывали в море. Волна заходит прямо до дюн. Вы видите, что все вот эти элементы аэрариев, которые должны были установить, приплыли сюда к дюнам. Но это не страшно, что к дюнам, страшно те, которые уплыли в море. Их там много. Сейчас сделаю вам небольшую вставочку, посмотрите, то, что я сказал, запечатлеть. Обратите внимание, как раз идет шторм уже установлен. Для пляжа это на речке Можепсин сбывают. И такая ситуация по всем пляжам. На самом деле не холодно. Море плюс 16, воздух плюс 17. От ветра уже подзамерз. Провел в море почти 2 часа. И в конце видео вам сделаю вставку. Нам сегодня надо проехать по нескольким пляжам. Также хочу показать, что снесли 300 ступеней. Утром информация от наших подписчиков уже была у нас в Телеграме. Кстати, подпишитесь в Телеграм, выигрывайте бутылку вина, либо 500 рублей каждый день розыгрыш. Буду вас там рад видеть, ребятки. Участвуйте. Вот они. Разрушение. Ну, не успели здесь еще, кажется, выставить, как уже все разнесло. Пляж Парус. Выставились, поставили забор. И там прям залетают волны туда. Ну, рановато все-таки к 1 мая открывать пляжные территории. Их бы почистить, там шезлонги поставить. Потому что все-таки приходит еще шторма. Это у нас галя рассекает сейчас волны. И смотрите, вот так вот происходит. То есть, вот как я и говорил, там каждая девятая волна приходит мощная. Но это слабенько, потому что там, представьте, такие бревна. Их заносило аж туда под дюну. Там на берег вынесло. Самое страшное, что вот это все потом, видите, уплывает обратно в море. Где-то к 2 часам дня здесь в море было очень много мусора. Вот так вот выглядит то самое течение, которое уносит очень много жизни в море. Только это все вода, и оно образуется внутри. Вот смотрите, как находит огромное количество воды. Оно меня тоже сносит. Я просто к шторму подготовлен. Хоть всего осталось немножко. И вот этот вал воды налетает на берег, на все строения. Критическая масса создается воды благодаря еще ветру. То, что она пригоняет ее к берегу. Масса воды превышает силу ветра. И она начинает вот так вот уносить все на своем пути. Бороться с этим течением, это просто мы в маленьком масштабе видим, вообще не имеет никакого смысла. Надо проплывать вдоль него, если вдруг вы попадаете, и спасаться этим самым. Потому что оно обычно не широкое. А потом вас волны уже будут возвращать обратно. Но лучше в такую погоду не купаться. Если вы не подготовлены, то для вас это путь в один конец, к большому сожалению, мои дорогие друзья. Ну вот так вот выглядят пляжи речки Манжипсин. Туда я сказал, что Чужая Россия, Мираклеон тоже подтапливает. Лазурный берег тоже подтапливает. Поехали съездим, посмотрим, что там Джиматы на первом проезде. Возможно, сегодня море опять зашло в поселок. И самое страшное, что это только начало. Волна будет усиливаться. Прошу вас, берегите себя. Если еще раз говорю, попадаете в отбойное течение, то обязательно проплывайте вдоль него. Здесь оно в миниатюре показано. Но когда приходит критическая масса воды, то вот она нагнетается, нагнетается. И потом вот так вот прорывает. И уходит туда. Если в него попадаете, вас уносит, детей ваших. Вообще все, что есть на берегу. Фух, берегите себя, ребятки. Это очень важно знать. Чтобы было поинтереснее, раз я приехал на Джиматы, давайте посмотрим с уральского проезда. Что здесь, какие изменения вообще, в принципе, есть. Здесь крофешечки, магазинчики. Все закрыто. Это перед феей. Второй находится. Даже каких-то подготовлений, в принципе, не вижу к сезону. Поворачиваем на улицу Миноградную. Здесь у нас сухо. Все хорошо, солнечно. Цветут деревья. Потому что парковка сухая. И подъезжаем к улице Морской. Как приятно Джиматы видеть, когда здесь нет дождика. Нет никаких подтоплений уральское. И сюда у нас выход на море, на морское. Но подтопление ничего не вижу. Возможно, в этих местах ветер приходит под немножко другим углом. И поэтому здесь прям хорошо. Очень просят улицу Виноградную. Пожалуйста, друзья, наслаждайтесь. До сезона еще далеко. Поэтому тоже никаких изменений. Кстати, плюс 16 температура воздуха в Джиматы. Машин мало. Вот. Строиматериалы завозят. Что-то строить будут. Людей нет вообще. А нет. Вот только сказал нет людей, и сразу вот один человек впереди появился. Хотя сегодня у нас воскресенье. И казалось бы, может, все бы вышли погулять. Но в чем отец, чтобы гулять некуда. Поэтому здесь все у нас либо на море, либо в Анапе. В Анапе у нас сегодня движуха, в принципе, присутствует. Тут тоже все рулеты закрыты. Столовые закрыты. И самое важное, за что я переживал, море не выходит сюда сам поселок. Значит, здесь она приходит под другим углом. Все равно до пляжа давайте до днем посмотрим, как там. Тут классно. Можно гулять босичком. Прям подъезжаем к пляжику. Магазин продукты. Зона отдыха. С левой стороны краб на дюнах. Ресторан только не настоящий. И выходим в эту буйстую стихию. Ветер дует. Ух. Огонь. Главное, рот поменьше открывать, потому что песок сразу же попадает везде. Но я к нему уже привык. Тут, конечно, вид удрючающий. Разрушает. Море у нас. Ох, ё, ребят, сколько и мусора повыкидывало вообще всего на этом пляже. Были с правой стороны выстановлены навесы. И под них тоже зашла вода. Бедный наш мук. Сколько мы здесь придется убирать. И полетела волна. А волна повезло. И в ту сторону тоже огромное количество мусора. В общем, везде. На всех пляжах море доходит у нас до дюн. И там, где дюн нету, здесь, видите, песка чуть налево, поэтому получше. Но мусора выбрасывает просто жуть сколько. Это то, что я вам говорил. Если его не убирать с берегов, как в многих местах делают, то потом его море опять забирает и уже несет в другие места. Здесь тоже, смотрю, песок подмыло, под раздуло. Вот так вот пока жутко красиво выглядит. Хотя здесь не столько пластика, сколько разнообразных палочек. Ну, и вот так вот весь берег. Делал, деревья целые выкидывает. Вот так вот разбушевалось наше морюшко сегодня очень сильно. Картинка, конечно, маслом припрыли. Очень вреден мелкий пластик, из-за него как-то погибают и дельфины, и птицы. Все больше мне, кстати, приходит после прошлого видеосюжета сообщение, что то там, то там еще найдены мертвые дельфины. Очень много их на каменных пляжах. Так что эта трагедия не просто какая-то местечковая, а всего Черноморского нашего побережья, потому что у нас погибают дельфины. Очень жалко, что к этому руку прикладывает еще и человек. Вы видели море до дюн? Вот для этого дельфины здесь не нужны, для тех, кто не понимает. Уничтожая растения, вот так улетает песок, и туда будет идти вода. Такие вот дела, дорогие друзья. По самому первому проезду мы смотрим тоже от Виноградной улицы, откуда закончили. Тут никаких изменений, собственно, вообще нет. Все закрыто, все ждет только следующего сезона, когда вы сюда приедете. Вот когда приедете, туда начнет все открываться. Тут строительство на улице Песчаной у нас идет. И в правую сторону тишина без изменений, друзья. Посмотрим, что там ближе к магазинам в Джимате. Может, хотя бы там какая-то жизнь существует. Здесь по прямой достал варечек с мороженком. Что-то там раскапывают, коммуникации прокладывают. Видел недавно, видел сюжеты из Джимате. Они тут новую технику закупили, там косили этот сквер. Убирали травку. Ну, здесь работает магазин «Пятерочка», «Магнит», «Магнит», «Косметик», «Аптек». Очень много людей, мало. Сегодня здесь на 300 ступенях тоже, ребятки, произошло ЧП. Снесли лесенку. На нее очень многие люди донатили, я в том числе. И вот так с ней распорядились. Сделали это потому, что люди спускаются и попадают под строительство. Набережная новая. Я недавно снимал, как вышли пожарить чашлычки. Прям под трактором сидели, ребята. Делали это. Ух, какой ветер здесь. Сюда приехал трактор, ее вырвал. Но в дальнейшем, через полгода обещают, что ее восстановят. Возможно, будет все уже выглядеть гораздо лучше. Недавно, буквально день назад, выкладывал видео о том, что как хорошо здесь люди пользуются. И можно было бы, наверное, чуть потерпеть и потом попозже это сделать. Но, говорю, это делается ради безопасности тех, кто не читает объявления о том, что там работает тяжелая техника, собственно, и строит нам новую набережную. Такие вот дела, ребята. Конечно, выглядит это прям печально. Разбитая лестница на любимом берегу. Слушайте, какое сегодня море. Что-то не обратил внимания. Посмотрите, какие виды. Шикарная. Красота. А теперь давайте вернемся в шторм. Комментировать не буду, ребятки. Просто наслаждайтесь видами, полными, солнцем, морем, брызгами, прыжками. Души для вас. Комментировать не буду. Комментировать не буду. Комментировать не буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!